Уже сейчас 16.15, я час назад получил загрузку в Люфтганз, у Франкфуртский аэропорт. Еду в новую страну, для себя в новую страну. Должен я ехать на директ, на максимуме, как бы этот, зато уикенд будет вольный. Я вообще сегодня с удивлением обнаружил, что сегодня четверг, вот он уже заканчивается почти, вот. А завтра пятница, я такой думаю, блин, я в Хорватии в пятницу. Вот, ребята, за что, за что Австрия красивая страна, все, ну, за что я ее люблю больше всего, это за вот это, за свинаги. Ребята, я купил винетку, целых 30 евро, еще круче, чем Венгрия. Если скажу, после того, как я окажусь в Хорватии или останусь в Словении, вот я вам обязательно это расскажу. Факт просто остается в том, что Хорватия является членом Евросоюза, но при этом, по-моему, не является членом Ширгена. И что я вам хочу сказать. Безвиз працюе, я працюе по безвизу. И можно выпить филижанку кавы у видни и так далее и тому подобное. Что там еще было? Послухать оперу и так далее. Вот, но пока я буду заниматься тем, что я въезжаю в славную страну Хорватию, которая встречает меня туманом. В общем, я не могу сказать, не, это еще пока не Хорватия, это еще вроде это, Словения. О, travel free, типа так сри, наверное. Вот Хорватия сейчас будет. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сейчас, 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 сейчас. Вот она, Република Хорватская. Евросоюз. Отлично. Так. Тут закрыли, все понятно. Да, я хочу посмотреть информацию, ага. Так, все понятно. Значит, что у нас по Хорватской Республике? Так, все понятно. В хорватских деньгах тут все. В общем, слушайте, по поводу безвиза, так, это мои радостные преамбулы, опустим. В общем, по поводу безвиза следующее. Прикручиваешь, ты сможешь, но потом отвечу. Это мой коллега установил, не я эту песню, но она у меня уже, уже надоела мне за 6 недель. По поводу безвиза, значит, я подошел, ничего меня там не смотрели, не ЦМР-ку глянула, так говорит, что? Я говорю, что-то для самолетов. А вот, она такая посмотрела на меня, говорит, окей. Потом, короче, говорит мне, посмотрел мой паспорт, говорит, have you any work permit or visa? Я говорю, no, I haven't. Она, а вот, типа, я говорю, безвиз? Она, ага, безвизы. Я говорю, безвизы. Она такая, ага, хорошо. В общем, она что-то там думала, проверила, сосканировала. Она поставила уже штамп, потом говорит, сейчас, взяла мои документы, пошла. Приходит и говорит мне, иди туда, там хорваты сидят. Вот. А хорватка вообще просто глянула на то, что у меня есть штамп уже со Словенией. И все. Ей вообще было все остальное по барабану. Вот. Она тоже паспорт просканировала, свой штамп поставила. И все. Так что я уже в славной, славной Хорватии. Вот. Сейчас я поговорю, надеюсь, что выйду из тумана. Поговорю по телефону, надеюсь, что выйду из тумана. И немножко я расскажу вам то, что я знаю теперь про эту чудесную страну, Хорватию, в которой я так давно мечтал побывать. И так неожиданно здесь оказался. Так что я сейчас разговариваю, выезжаю из тумана. И мы будем ехать наслаждаться Хорватией. И я вам все расскажу. Итак, почему я хотел сильно в Хорватии побывать, расскажу вам сейчас. Начнем с того, что давно мне хотелось. Мне привлекали, как скажем, пейзажи, которые я видел на картинках. Потом, если в исторической плоскости смотреть, то меня впечатляет Венецианская торговая республика. И часть Хорватии примерно одлежала, входила, точнее, в состав Венеции. Поэтому в Хорватии я заинтересовался давно. Я уже, наверное, года два подписан в Инстаграме на страницу воли в Хорватскую. Что такое PlaySMS присылает про то, что я в Ровнинге в Хорватии. Но то я не знал. Вот. И, ну, то есть, я как-то следил. Я даже на той странице пробовал читать по-хорватски. Я, в принципе, большинство понимает, что там написано. Потом, например, я на этом чемпионате мира, который вот был в этом году, я болел с самого начала за Хорватию. Я очень рад успехам в хорватской сборной. Ну, просто реально. Я болел от начала до конца за Хорватию. И я считаю, что они большие молодцы. Показали, показали более чем достойный результат. Вот. И еще, что я знаю, что, например, я бы хотел бывать в городе Дубровник. Он очень красивый. И в городе Дубровник снимали те части Игры Престолов, действия которых происходили в Королевской гавани. Поэтому вы там можете наблюдать. Город Дубровник. Так, что еще про Хорватию я знаю, почему не хотелось. Ну, вот как-то такие вот мои. Потому что такая какая-то тоже, ну, и хорваты, славяне, страна южная, такая южнославянская, скажем так. То есть побережье теплых морей, красивая природа. Все это здесь имеется. Мне просто хотелось на это все посмотреть, поэтому мне хотелось покупать в Хорватии. Еще, кстати, хочу вам рассказать, что, в принципе, хорваты, сами того не ведая, дали название такому предмету, как галстук. И приложили к изобретению галстука свою руку. А, например, украинскую мову галстук будет как кроватка, да. И хорватских драгунов очень часто использовали драгуны. Это такие конные всадники военные, да. Вот, и их использовали короли различные. Вот французский король, там, на какую-то очередную из войн наняли наемников хорватских, этих драгунов. И они носили шейные платки. И, ну, а французы, знаете, модниками были всегда. И, собственно, один из вельмож, там, какой-нибудь герцог или, там, барон, или еще кто-нибудь в этом роде, увидел эти шейные платки, и ему очень понравилось. И он подошел к одному из войнов, начал тыкать в него и спрашивать, что это такое. Но, естественно, у них случился языковой конфликт, потому что один не знал хорватского, другой не знал французского. И, получается, хорват подумал, что у него спрашивают, кто он. И он говорил, крат, крат, ну, такого плана. Ну, это такая, может, легенда, не знаю, но факт в том, что я читал, это такая интересная история. И таким образом начали говорить на галстук, как, там, кроват. И от этого украинское слово кроватка. Ну, а галстук вообще непонятно, от чего есть. Что-то я въехал в туннель, который называется Мала Капелла, и он совсем не маленький. Я просто уже еду по нему, уже километром 7-8 точно, наверное, ну, по моим ощущениям. И что-то конца края не видно. И навигатор не показывает, хоть я и выставлял, но что-то он упорно не хочет показывать. Я выставлял настройку, чтобы показывал туннель, не хочет. Но какое-то самоустройство плюс сборка в нем, ну, какие-то калечные, если честно. Все, вновь выезжаем и в молоко сразу. Туманы, туманы. Ну, хорошие автострады здесь, в Хорватии, вообще, бомбезные. Отсюда не видно, но так сбоку, если посмотреть, там в низе найдет, там вообще молоко. Я вам серьезно. Знаете, я такое заметил, что, как это правильно сказать, наблюдается некоторая изолированность в Хорватии, в том плане, что вот как будто на вырос построены паркинги, потому что паркинги есть, и, в принципе, это, ну, довольно неплохие. Их много, но на них никто, никого нет. Ну, как, сравнительно много, вот. Только что вот было два паркинга, ну, такие по-немецкому, да, по-немецкой классификации дикуси, то есть это просто там туалеты и парка места. И все, больше ничего нет. И они пустые, ну, на двух ничего не было, никого не было вообще. Ну, вот паркинг с заправкой, тут с кафешкой. Не знаю, стоят ли тут фуры. Сейчас глянем. Так, ну, вот одна фура стоит. Ну, вот, опять же, пустой. С этой стороны чуть-чуть лучше. Просто реальное такое впечатление, что немножко на вырост и построено. Но еще до этого не доросли. А второе по поводу изолированности, что я хотел сказать. Вот, я ехал 200 километров по автостраде, уже проехал 200 километров. Меня еще ни разу не обогнала ни одна машина или, дам, автобус на каких-то номерах других, отличающихся от хорватских. То есть все исключительно были на хорватских номерах. Все, кто обгонял. Вот сейчас я как раз начал это говорить. И напротив ехал автобус, и он был на польских номерах. И это, из того, что я увидел, ну, напротив, я не на все номера смотрю, а так, а здесь, кто меня обгоняет, я на все номера смотрел. Вот, то, вот я не видел, чтобы попутно со мной ехали какие-то иностранцы. С той стороны возможно, там, вот, польский видел. Может, вот сейчас тут кто-то еще едет в Немцах, может, в Киеве. Сейчас заплатим за поездку, посмотрим, сколько вышло. Так, ну что я вам хочу сказать. Не так уж и дешево. За 173 километра я вот съехал с ландувки, думаю, хватит, не хватит мне денег. Просто за 173 километра 23-30 евро, короче, получилось. Такая вот сумма, я уже остальное доеду ландувками. Ну, карта я платил спокойно. Хорватского, жаль, не знаю, по-английски все сказал ей. Ване, которая там сидела, у нее работа, наверное, нудная. Там такой съезд, там, я не знаю, сколько там людей в день проезжает, но там смешно было, что там был знак вот этот, что типа шталл. И я один съезжаю, и видно, что сильно тут, ну, нет там движения какого-то ездокова. Конечно, вообще местность пустынная. Такая вот. Тут ясно, что какие-то села есть, но просто такие горные плато, такие пустынные. Я что еще хотел сказать. Еще, оказывается, я этого не знал, посмотрел вот в интернете, потому что я увидел мемориал, посвященный Николе Тесла. Оказывается, он родился в Хорватии, вот. Но единственное, что он серб был. Просто дело в том, что и Хорватия тогда была сербе, и когда родился Николе Тесла. Но, тем не менее, он родился на территории нынешней Хорватии. Вот. Еще один плюс, этот счет. Ну, и к тому же, еще Хорватия мне нравится, потому что в новейшей своей истории она прошла приблизительно тот же сценарий, который проходит Украина сейчас. И в военном плане тоже, поэтому в этом плане тоже близко все у нас. Так, ну а нам остается 142 километра до цели, до города Сплита в Хорватии. Ну, тут трогец, разруха. Конечно, вообще просто именно капец. Я уже поздно включил, там такие были, такие абандоны. Просто можно фильмы снимать реально. Какой-нибудь постапокаплилипсис. Зато дороги хорошие. Наверное, вложились хорошо в дороги хорватые. Ну, и горная местность, честно говоря, она такая вот, ну, много где, в принципе. Не очень хорошо с войны, потому что, я так понимаю, тут каких-то производств не особо или чего-то. Тут где-то ж работать-то нужно. Ну, наверное, юга, они все похожи. Тут вот здесь в горах можно встретить шлагбаумы, на которых написано, что, ну, и дороги перекрываются, когда есть вероятность схода лавин. Трудай, вообще. Это как-то чуть ли не по-польски. В общем, хорватский язык тоже можно освоить. Не, ну, виды же впереди потрясающие. Ну, просто реально красиво как. Можно и разруху простить за это все. Класс. Блин, это роскошно. Просто нереальная, нереальная красота. Я не знаю, вам, наверное, из-за деревьев видно не будет. Но сейчас попробую. Просто посмотрите на это. Это Unreal. Просто нереально красиво. На самом деле не успеваю посмотреть. Просто, боже, как красиво, да. Вот я еду, у меня такое чувство странное. Ну, во-первых, горы какие красивые, да. Чувство странное такой пустоты, которая здесь, вот. Реально, ну, периодически ездят какие-то машины, но ты вот как-то ощущаешь себя. Такое впечатление, что на много километров никого нет. И вот проезжаешь пустые деревья, какие-то брошенные. Просто реально там, например, ну, домов, может, 15-20. Село, деревня какая-то, я не знаю. Для хутора уже великовата. Вот. И они просто все частично разбиты, разбомблены, заброшены. И вот здесь едешь, вот иногда, сейчас я вам покажу. Вот. Находится автобусная остановка, там, с двух сторон даже. И ты понимаешь, что просто ничего она здесь находится. Ну, не видно вообще никаких признаков какого-то поселения. И дорога такая построена, ну, как бы неплохая дорога. Вот этот ведут, где я сейчас еду, вот по нему, он довольно высокий. Где-то в два-три раза выше деревьев, пусть они не очень высокие. Машины вот иногда, то они есть, то можно ехать минут как бы 10. Вообще ни одной машины не стоит еще. Сейчас берут все и ломают мои слова, вот так ставят под этот. Под сомнением, потому что разъезды здесь есть. Какие-то разъезды, какие-то остатки. Такое впечатление, что это остатки цивилизации какой-то реально. Только вот эта дорога. Вот, какие-то развалины. Только эта дорога в хорошем состоянии. Потому что едешь, видишь, там было ответвление дороги, но теперь уже все там чисто сугубо этот отбойник стоит. А дорога уходит куда-то в кусты. Ну, кусок, кусок асфальта. Да, вот здесь автобусная остановка. Автобуса я еще не видел. Вот здесь автобусная остановка. Вот паркинг. Я бы тут, честно говоря, манал бы стоять, ну, если ночью. Потому что, ну, просто реально. Меня бы и не нашли потом. Железная дорога такая тоненькой ниточкой вьется так между горами. А однокутка. В общем, жестяк, ну, впечатления у меня остаются такие сильные вообще. Ну, а мы с вами вот едем по городским улочкам. Нет, нет, конечно, вот этого европейского лоска, какого-нибудь там французского. или немецкого. Но, тем не менее, свой колорит присутствует. Это хорошо. Какая-то машина, которая называется «Застава-215». И я такой не знаю. Надо будет в интернете глянуть, что еще за «Застава». Да, очень много запрошек, реально, просто очень много. Заброшенных домов я имею в виду. Вот мы едем туда-сюда. Рельсы то приближаются, то удаляются. Вот сейчас будем пересекать железную дорогу. Вот, есть, еду, вижу какие-то станции, полустанки, разъезды. Накат, в принципе, хороший на рельсах. Ну, блестят, в смысле, рельсы, знаете. Накат есть, значит, регулярно ездит что-то. Но на этих станциях, на полустанках, на разъездах нет подвижного состава. Я не видел еще ни вагонов, ни локомотивов, ничего. Что тут ездит вообще интересно просто. Кстати, стало то, как я с гор спустился, стало пожарче. Тут сейчас плюс 25 показывают и радостно. Так, какой у нас тут неплохой серпантин намечается. Я еду по такой местности, где просто никого нет и ничего, кроме этой дороги. И только что просто у меня камера разрядилась, стояла на зарядке. Только что вообще проезжал местность, где справа и слева, так метром через 7 от дороги, наверное, натянуты были верлевки. И было написано, что туда вход запрещен, опасно для жизни, потому что там мины или не разорвавшиеся снаряды, как бы, ну, имеется возможность найти. То есть эхо войны, к сожалению, тоже имеет место быть. Вот просто реально, вот, смотрите, идет железная дорога, одна путка, вот какой-то полустанок, дом вот заброшенный. Этот полустанок называется пламея какой-то. И все, и ничего нет вокруг. Ну, вот видно, что это какие-то, вот, села, да, направления есть. Но не видно этих домов, где они? Просто реально. Даже навигатор иногда показывает, что мы, типа, знаете, едем, как бы, по селу, по застройке, но этого в реале нет. Нет, только какие-то разрушенности и все. Ну, то есть тут есть какие-то виноградники, и где-то вон там домики, но аж совсем далеко. А здесь вот ничего нет. Ну, что, ребята, пять с половиной километров осталось. Уши уже в 80-й раз заложило. Я уже видел аэропорт, куда мне нужно, с горы. Я не знаю, я просто еду, я под впечатлением, потому что это что-то нереальное. Ты едешь, блин, ну, пустыня, мне только пустыня, это только не пустыня такая с песком, а пустыня, в смысле, нету, ничего нету, нету там. Есть редко какие-то машины. Потом ты выезжаешь из-за поворота, и видишь этот залив, город сплит, и красиво просто. А при этом вот опять же едешь, и куча каких-то недостроев. Ужас. С одной стороны какой-то ужас, с другой стороны красиво. Ребята, ну вы понимаете, что я уже разгрузился. Сейчас расскажу о разгрузке подробнее. Вот чем меня удивляет. Смотрите, чем меня просто удивляет, это страна Хорватия. Вон там, видите, вышка, международный аэропорт сплит. Сейчас строят также новый терминал. Взлетают самолеты и садятся с разных концов света. И вот тут же рядом разбитые теплицы с разбитыми стеклами, которые сейчас используются в качестве парковки. Ну я просто в шоке. Зато тут есть огромная стоянка, бесплатная, где я поставил своего буса. Вот. И мне 7 минут идти до моря. Вон бус возвышается. Я, конечно, уставший, но я не могу просто не пойти к морю. Как это так? Стоять возле него и не пойти. Вот. Может, даже покупаюсь. Не знаю. Сейчас 27 градусов жары. Сегодня 12 октября 2018 года. Как раз можно покупаться. Ну вот, видите, я вообще по летнему. Шорты, футболки, шлепки. Вот. Правда, я уставший такой, но мне уже по барабану, если честно. Усталость дает вот это вот. Потому что не сплю-то я с 5 утра вчерашних. Вот. А сегодня я дремал 50 минут. Я не считаю, что это вообще какой-то сон. Так. О чем я? О разгрузке. В общем, разгрузка выдалась смешная, потому что они тупо не знали, что делать с этой большой коробкой. Коробка действительно была большая, но и они не знали, что с ней делать. Вот. И из-за этого все было долго и смешно. Пришел целый консилиум, человек 8. И они все пытались как-то там, что с ней делать. Ну, в общем, в итоге разгрузили. Но интересная была, особенность была в том, что охранник, который там самый первый, который меня, собственно, впускал, он, этот охранник, получается, ну, мы с ним общались, разобщались, он спросил, поляк, я говорю, нет, украинец, он украинец, о, там, наобрадовался. В общем, очень тепло отнесся из-за того, что я украинец ко мне. И все у нас там, ну, спросил, как дела в Украине, уточнил за ситуацию с, ну, с войной, там, со всем, короче. Обо всем спросил такой, даже знал пару слов по-украински, типа там, привет, пока, добрый день, до свидания, спасибо, такого плана. Нет, спасибо, это я его уже научил потом. Но, что касается, вообще, я, мне так, ну, мне так было приятно с ним пообщаться, мне захотелось сделать ему какой-то подарок, там, чисто символический, но у меня не было ничего, я ему подарил одну гривну, потому что у меня там было, у меня есть три гривны, вот, но две гривны не просто в плачевном состоянии, а одна гривна была такая, ничего, симпатичная, и я ему ее подарил. Вот, ну, ему было приятно, потому что он бывший работник банка, вот, и он такой обрадовался. Извините, может, я немножко сбивчиво рассказываю, но я повторюсь, я не спал много. А вот оно море, а вот оно я. Класс. Да, вода, конечно, не очень теплая. Не, ну, теоретически еще можно стукнуться, но вода далека от того, чтобы ее назвать хоть приблизительно теплой. Организовали для этого виндсерфинга все. Серьезная площадка. В общем, друзья мои, не зря я ехал, ехал много часов, наверное, часов 20. Не спал, не ел, зато я наслаждаюсь сейчас. Я до понедельника абсолютно свободен. Класс, просто классно. Ну, а кому понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. До новых встреч, друзья. В чем самое наилучшее? Пока.